Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Наступила осень и время подумать об укрытии наших растений на зиму. Наверняка у вас есть экземпляры, о сохранности которых в зимнее время вы беспокоитесь. Но какие растения прежде всего требуют укрытия? Наверняка, если вы увлечены розами, вы уже сами специалист хороший по укрытию этих растений. Также многие вечно зеленые растения нуждаются в укрытии. Рододендроны вечно зеленые, такие растения, как магония подуболистная, падуб, если вы посадили, рискнули в своей полосе, также он может нуждаться в укрытии на зиму. И растения листопадные, которые отличаются ранним просыпанием и нестойкостью почек в зимнее, весеннее время. Но у меня есть таких растений. На участке есть клематисы, наверное, только, и пион древовидные. Вот эти растения, они могут также пострадать у вас, если вы их не укроете правильно на зиму. Если вы увлечены лилиями, и у вас уже образовалась хорошая коллекция душистых лилий, таких как трубчатые гибриды, ОТ-гибриды, восточные гибриды, вот эти лилии также, они не очень зимостойкие в нашем климате и могут нуждаться в укрытии на зиму. Многие гибридные бородатые ирисы при выращивании на плодородных и хорошо увлажняемых почвах, они также могут нуждаться в укрытии особого типа, для того, чтобы они в зимнее время не сгнили вот эти корневища. И сейчас мне бы немножко хотелось рассказать о том, вообще какие типы укрытий бывают. Есть два основных типа укрытия. Это укрытие воздушное и есть укрытие воздушно-сухое. И третий тип укрытия, я бы даже сказала скорее, это не укрытие, это может рассматриваться как вариант мульчирования, это просто окучивание землей растений, у которых недостаточно зимостойки корневища. Ну, к таким растениям могут относиться, например, свежепосаженные пионы. Пионы и то, вот они также могут немножко в первый год после посадки чувствовать себя не очень уверенно и их необходимо окучивать на зиму. Чем отличаются все эти виды укрытий и как они работают? Ну, если окучивание позволяет нам сохранить в безопасности корневища растений за счет того, что над почками возобновления в земле находится просто более толстый слой почвы, либо торфа. Мульчировать также можно с опилками при условии, что вы их уберете. Хорошо перегнившим навозом можно мульчировать для роз и для пионов. Вот это достаточно часто применяется, такой прием мульчирования хорошо перегнившим навозом. Можно использовать для этой цели компост, листья. Все это работает только за счет толщины самого слоя. Следует понимать, что этот слой почвы, либо мульчирующего материала, в зимнее время он набирает влагу и промерзает. При промерзании почвы термоудерживающие свойства укрытия нашего снижаются. Вы должны это понимать. Воздушно-сухое укрытие. Чем оно отличается? Защищаем наше растение не только от холода, но и от воздействия влаги. Какие растения нуждаются в воздушно-сухом укрытии? Это растения, которые произошли родом из каких-то засушливых степных районов, где не бывает сырой зимы. У нас к таким растениям относятся многие бородатые ирисы, лилии, восточные гибриды, трубчатые гибриды лилии. Они относятся именно к таким растениям. Они очень плохо реагируют на сырость почвы в зимнее. Когда они находятся в холодной и сырой земле, у них загнивают либо корневище, либо луковицы. И, естественно, растение либо полностью погибает, либо ослабляется к весне. И вы не дождетесь хорошего, красивого цветения. Воздушно-сухое укрытие заключается в том, что мы покрываем почву слоем утепляющего материала. Ну, наиболее удобным утепляющим материалом в этом случае являются сухие листья. И поверх мы вот этот слой сухих листьев накрываем полиэтиленовой пленкой. Именно полиэтиленовой. Это единственный случай, когда полиэтиленовая пленка может с успехом применяться для укрытия. Только для воздушно-сухого укрытия. То есть воздух у нас является промежутком между листьями. Мы листья не трамбуем, мы используем сухие, они не слеживаются очень сильно. Насыпаем мы их достаточно большим слоем толщиной около 15-20 сантиметров. То есть после того, как мы положим пленку, придавим ее по краям, слой этот уменьшится до толщины около 7-10 сантиметров. Это будет достаточно для того, чтобы наши растения не вымерзли и не сгнили зимой. Обычное воздушное укрытие, оно у нас служит для растений древесных, у которых недостаточно зимостойкая надземная часть. Ну это вечно зеленые растения, это розы, это древовидные пиоды, ну и подобные растения. В чем заключается у них укрытие? Здесь очень частая ошибка садоводов, что они пытаются закрыть сами ветви этих растений, которые недостаточно зимостойкие, плотно обматывая их укрывающим материалом, спонбондом, либо мешковиной. Ребята, это неправильный подход. Так делать нельзя. Само воздушное укрытие, оно работает по принципу шубы. Вы одеваете на себя одежду верхнюю, шубу, пальто, пуховик. И по сути толщина ткани, которая на вас находится, она вас не греет. Вы греете себя сами своим теплом. Точно так же воздушное укрытие позволяет нам согревать вот эти недостаточно зимостойкие растения теплом земли. Дело в том, что почва, она всегда, если она не промерзая сверху, если у нее нету сверху промерзшего слоя, она выделяет тепло. На глубине 10-15 сантиметров температура почвы стабильна. И она, как правило, в зимнее время составляет около 6-7 градусов. То есть за счет того, что мы накрываем сверху и создаем такой вот домичек, который не ложится плотно на вот эти ветки, наше растение, оно согревается теплом земли. Воздух под укрытием согревается теплом земли. Для того, чтобы наши растения не придавливались, ну, во-первых, мы можем сразу, если растения достаточно гибкие, такие как плетистые розы, клематисы, мы можем вот эти плети или ветки вот эти аккуратно прижать к земле. Как правило, розы, розы штамбовые особенно, они имеют толстый ствол. И очень часто при хорошей подкормке эти растения бывает нелегко пригнуть. Обычно вот тогда мы пригибаем за несколько этапов. То есть, скажем так, вот в один день мы подошли, нагнули там на 20 градусов. В следующий день мы подошли, согнули еще больше. Ну и окончательно положили и прижали, прижали шпильками, прикололи к земле вот это растение. Все равно, как правило, при укрытии вот это растение, оно сгибается дугой, оно не ложится плотно на землю. И не стоит этого даже делать, пытаться. Но часть растений согнуть невозможно. Ну, например, взрослый куст вечно зеленого рододендрона, вы не согнете, вы просто вот его сломаете. В этом случае мы сооружаем над растением домик. Можно использовать для этого готовые дуги, но, как показывает практика, они не очень долговечны и стоят они достаточно чувствительные суммы, если хорошего качества. Можно использовать для этой цели подручные материалы совершенно, которые у вас есть на участке практически всегда. Но у меня в качестве таких материалов выступают колышки, которым подвязываются помидоры. Это может быть ветки, которые вы обрезаете при обрезке с крупных кустарников, например, форзицы. У нее очень часто бывают длинные жировые побеги. Если у вас рядом где-то есть орешник, рекомендую просто один раз пойти и вырезать 4-5 хороших орешин, хорошо их просушить, и вы будете их использовать для укрытия долгие годы на самом деле. Классическое укрытие делается в виде вигбама такого. Втыкается 4-5 колышков, соединяются сверху либо стяжечкой электромонтажной, либо проволокой. Иногда они просто даже держатся за счет того, что они опираются друг на друга, но все-таки лучше на это не надеяться, дополнительно их скрепить между собой. И сверху мы накрываем наш фигбамчик, мы накрываем его спонбондом. Для укрытия неважно, какой толщины вы используете спонбонд. Многие гонятся за плотным спонбондом. На самом деле тепло они все удерживают приблизительно одинаково. Чем плотнее спонбонд, тем меньше влаги будет у вас проникать под него. Ну и естественно более плотный спонбонд, он дольше служит и больше лет вы можете его использовать в качестве укрытия. Хороший результат показал у меня укрытие из обрезков пароизоляционной мембраны, которая подкровельная мембрана. Наверняка многие занимались тем, что ремонтировали крыши в своих домах, в дачных домиках. И вот там всегда, если у вас сложная крыша с примыканиями, всегда образуются вот эти обрезки. Обрезки пароизоляционной мембраны, они достаточно плотные, выглядят очень добротно. Кроме того, они работают как действительно мембрана. И если вы их укладываете окрашенной стороной вверх, то у вас влага от земли уходит вверх, уходит воздух, а дождь внутрь не проникает. Поэтому, если у вас есть достаточное количество этого материала, остались какие-то неиспользованные куски, его также можно успешно применять именно для укрытия растений. Классически наши мамы, наши бабушки укрывали растения, когда не было таких вот синтетических материалов, укрывали еловыми лапками. Что могу вам сказать про этот метод? Это, конечно, замечательно. Это натуральное укрытие, которое не наносит вроде бы как вреда окружающей природе. Но вы должны прекрасно понимать, что заготавливать еловый лапник, либо сосновый лапник в лесу без разрешения лесничества вы не имеете права. Если вас остановит транспортная инспекция, либо лесничий вас увидит, неприятности вам не избежать. Подумайте, стоит ли это тех денег, которые вы сэкономили на укрытии. Есть один момент. Если в вашем населенном пункте имеется лесничество, вы всегда можете подойти туда, уточнить, где проводилась рубка. Как правило, в осеннее время уже начинаются сплошные, либо санитарные рубки леса. И с разрешения лесничества вы можете заготовить необходимое количество лапника, не портя насаждение зеленое. Кроме того, вы можете в качестве укрытия использовать ветки туи, ветки можжевельников. Можжевельник казацкий очень быстро разрастается. Многие его высаживают в больших количествах на участке. И потом не знают, что делать с этим растением. Ребята, просто обрезайте его. Обрезайте все, что у вас лишнее. Это прекрасное укрытие. Он работает не хуже лапника, ничуть не хуже лапника. Но при этом, при осенней обрезке, вы можете с пользой использовать вот эти ветки. К весне они у вас высохнут и прекрасно сгорят на костре. Но дело в том, что вот эти вигбамы, они очень часто при большом количестве снега, они могут складываться. Я нашла одно такое достаточно простое решение, которое позволяет мне получить устойчивое и надежное укрытие. Для него используются четыре колышка, либо палочки каких-то и пластиковый ящик из-под фруктов. Единственное, обратите внимание, выберите покрупнее вот этот пластиковый ящик. Это укрытие у вас прослужит очень многие годы. Вы устанавливаете на ящик, на ножки вокруг своего кустика, так, чтобы он стоял на той высоте, которая необходима. И сверху накидываете утепляющий материал. Кроме спонбонда, вы можете использовать также агроткань. Конечно, как правило, агроткань – это не дешевое развлечение, но стоит она вот этих денег однозначно. Она сохраняет свои вот эти свойства, она не рвется об шипы роз, она очень долговечна. То есть, купив один раз упаковку агроткани, вы можете пользоваться ею для укрытия на протяжении десятилетий. Действительно, в зимнее время ультрафиолет действует слабо, тем более, если у нас снег покрывает наше укрытие. И, в принципе, на мой взгляд, агроткань смотрится достаточно симпатично. Она смотрится лучше, чем спонбон белого цвета, который был когда-то белым, но за несколько лет эксплуатации он посерел, приобрел грязный оттенок. Темно-зеленая либо черная агроткань, она выглядит очень даже прекрасно. Надеюсь, мои рекомендации помогут сохранить ваши растения на протяжении зимы здоровыми и счастливыми. И в следующем году вы насладитесь их прекрасным цветущим видом. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.